МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить». Обзор главных событий нашей с вами рязанской действительности в новостейном формате. Вот о чем мы поговорим сегодня. Суд людской и небесный в Рязани судят человека, убившего в Ряжском храме пожилую женщину. Из-за нескольких крестиков и цепочек, а также кружки с пожертвованиями прихожан. Снос по весне. На брифинге судебные приставы озвучили время сноса здания, незаконно построенного в центре Рязани. Герои старины далекой в музее ВДВ открылась выставка, посвященная столетию начала Первой мировой войны. Ну а теперь обо всем более подробно. Сегодня прошло заседание суда по делу об убийстве в Никольском храме Ряжска. Напомним, в прошлом марте обвиняемый уроженец Северного Кавказа приехал из Москвы в Ряжск. На жизнь зарабатывать решил подсобными работами. Почистил снег около местной церкви, заодно присмотрелся, что там внутри. А разглядел он там золотые да серебряные вещицы в иконной лавке. Обычные крестики, цепочки, которым и цена-то невелика. Но вот они и соблазнили приезжего. Через несколько дней, 2 апреля, зашел он вновь в храм Божий. И попросил у служительницы разрешения перед иконой помолиться. Пожилая женщина, за 60 уже, разрешила. Молитва – дело хорошее. Только вместо святых слов прозвучал в храме смертельный свист ножа. Грабитель ударил женщину клинком в живот, а когда она упала, добавил ногой по голове и руке. Такой вот заезжий богомолец оказался. Взял он приглянувшиеся вещи, заодно прихватил кружку с пожертвованиями прихожан. Поймать убийцу для полицейских было делом чести. Со своей работой они справились. Тем более, что и простые люди помогли. Тогда правоохранителей, даже митрополит Рязанский Михайловский Павел наградил, вручил грамоты, назвал героями. Такова информационная фабула этого дела. Разбойник теперь на скамье подсудимых, и наказание ему будет по всей строгости людского закона. А уж как он со своей душой и совестью будет разбираться, то дело уже сфер высших. Надеемся, наказание будет адекватно тяжести преступления. Вчера в программе мы пообещали выяснить, когда же будет снесена злополучная постройка в центре Рязани. Это на Ленина, 22. Есть и соответствующие решения суда, и намерение приставов довести дело до конца. И владельцу строения отыскали, а на днях вообще затянули коробку баннером с изображением старинной усадьбы. Тоже, наверное, обошлось недешево, уж больно картинка. Велика да красива. И вот совпало желание редакции и стремление рязанских судебных приставов. Сегодня в региональном управлении прошел брифинг по дальнейшей судьбе ставшего знаменитым строения. Последняя информация о том, когда и за чей счет нам будет стерто с лица земли, у Оксаны Тебенихиной. Этот дом вырос как гриб после дождя. Быстро и напористо в самом центре города. С лета прошлого года незаконная постройка ждет своего сноса. За счет бюджетных средств, кстати. Правда, в дальнейшем их будут взыскивать с хозяйки строения. Но пока этот дом, как большой дорогой подарок, заворачивает в полотно, имитирующее старинное жилое здание. Скорее всего, эти работы будут проводиться, наверное, не в течение дня, чтобы не мешать движению транспорта. Как все согласуем, будем надеяться, что это будет в ближайшее время, то есть в течение марта, апреля месяца. Практика первый раз, но практика других субъектов Российской Федерации, да, такая есть уже. На примере олимпийских объектов, то есть при подготовке к Олимпиаде Краснодарский край сносил в течение трех лет за счет бюджетных средств. Производство в отношении собственницы здания было возбуждено в августе 2013 года. Между тем, она не выполнила указанные судом действия по сносу незаконно построенного дома и отбыла в неизвестном направлении. Затем дама была объявлена в розыск. Сейчас приставы установили ее местонахождение. 4 декабря она стала мамой и сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. При сносе самовольно возведенного строения, как одна из мер принудительного исполнения, это ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Также наложение ареста на ее объекты недвижимости, ну, любой собственности, которая за ней имеется, для того, чтобы в последующем можно было возместить все расходы, понесенные со сносом. На сегодняшний день идет процесс по составлению сметной документации на проведение всех необходимых работ. Затем последует целый ряд всевозможных согласований. По завершению всех процедур осуществится, собственно, снос здания. Вот так построить дом построили без всяких там бумажек и разрешений. А как избавляться от архитектурной ошибки центральной улицы города, так все затягивается до последнего момента. Таковы парадоксы российского законодательства. Сегодня в Рязанском музее ВДВ открылась выставка, посвященная вековой годовщине начала Первой мировой войны. Строго говоря, началась она в июле 2014 года, после того, как сербский террорист Гаврила Принцип застрелил в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Первая мировая стала фатальной для целых четырех империй. Рухнула в 18-м году прошлого века российская. Приказала долго жить австро-венгерская. Ушла в историю османская. Ей вас лето германская. Мир поменялся, а его ждала менее чем через четверть века. Другая война, еще более глобальная и убийственная. На открытии выставки в десантном музее был Глеб Галушкин. Экспозиция выставки разделена на две части. В первой представлены фотографии воинов собственного его императорского величества конвоя. В него отбирались лучшие молодцы из террского и кубанского казачества. Воевало это элитное подразделение и с Наполеоном. Били французов в хост и в гриву. А в 1813 году в сражении под Лейпцигом казачий спецназ выручил государь-император Александра I. Спас жизнь царю-вседержителю. Воевали царские казаки во время Первой мировой. Так что их летучие отряды вполне можно сравнить с десантными подразделениями. Быстрые, внезапные, непобедимые. Вторая часть экспозиции полностью посвящена рязанцам, участникам боевых действий на полях Первой мировой войны. Вот что сказал на открытии командующий ВДВ России Владимир Шаманов. Как кавалер ордена Святого Георгия Победоносца, я сюда на две недели передаю свой китель, орден Георгия номер 6. Тоже как бы, чтобы могли посмотреть. Вот эта форма была в те времена дореволюционные. Сегодня форма командующего ВДВ, кавалера ордена Святого Георгия, ордена мужества и героя Российской Федерации. Вы ее увидите. На выставке в музее ВДВ представлены предметы из коллекции благотворительного фонда возрождения культурного наследия императорского православного палестинского общества, а также старинные фотографии, образцы казачьей формы, холодное оружие. Из других событий дня отметим заседание Рязанской областной думы. Вникал в депутатские решения Глеб Галушкин. Одним из наиболее важных на заседании стал вопрос о внесении изменений в региональный бюджет. По словам министра финансов Рязанской области Марина Наумовой, увеличиваются ассигнования на реализацию нескольких государственных программ. Это программы по совершенствованию медицинской помощи, социальной защите некоторых слоев населения, повышение безопасности дорожного движения, а также на развитие внутреннего и въездного туризма. Далее депутаты облдумы рассмотрели вопрос о компенсациях на коммунальные услуги для сельских специалистов. Отныне периферийным бюджетникам не нужно будет ежегодно собирать справки, чтобы подтвердить свои права на положенные им льготы. Сегодня мы приняли законопроект, который упрощает эту процедуру и будет носить уведомительный характер. Если человек на сегодняшний день имеет право на льготу, то на следующий год ему не нужно собирать новый пакет документов, а достаточно только уведомить государственные органы, органы местного самоправления о том, что у него в его статусе ничего не произошло, никаких изменений нет. Соответственно, человек снова получает возможность получать льготы и оплату по услугам ЖКХ льготную. Рязанское начальство не только заседает, а еще и на выставках блистает. Выставочный зал Регионального союза художников принял экспозицию, называемую «Между прочим». Авторами работ стали рязанские предприниматели. Проект сразу получил неофициальное наименование «Выставка четырех губернаторов». Еще бы, на открытии собрались бывшие главы региональной исполнительной власти Лев Башмаков, Геннадий Меркулов и Вячеслав Любимов, а пополнил отряд героев вчерашних дней специально приехавший из Москвы Георгий Шпак. Он, кстати, назвал выставку не иначе, как «Великим творческим праздником на Рязанщине». Что же это за выставка такая и почему на ее открытии собрались экс-начальники области, выяснял также Глеб Галушкин. В экспозиции выставки под названием «Между прочим» присутствуют и живопись, и фотографии, и даже стихи. Особенным событием мероприятия стало приглашение бывших региональных руководителей. Таких посетителей, согласитесь, не на каждую выставку удается заполучить. Так что искусствоведам надо у бизнесменов учиться, как мотивировать зрителей прийти картины посмотреть. Сегодня хочется сказать, что это прослойка общества. Это самые активные, самые творчески одаренные, самые ответственные люди и большие патриоты. Патриоты России, патриоты Рязани, патриоты нашего края, патриоты нашей природы. Люди, которые зачастую видят то, что не видит большинство. Пришел на выставку и Вячеслав Любимов. Мне многие годы пришлось работать здесь, в разных ипостасях. Ну и когда сегодня встречаю людей, они говорят, а как же ты вот никуда не уехал? Я говорю, а ничего. Я даже после проигранных выборов никому ничего не должен на территории Рязанской области, в городе Рязани. Об одном только жалею, что тех счетов на Кипре, о которых писали в газете «Утренний Рязань», оказалось, я обещал поделиться, оказалось, что эти счета никак не найдут, и денег тоже нет. Ну, видим, теперь уже все попало там под дефолт. Ну, это так шутка. Я еще раз приветствую вас, уважаемые деловые люди всей Рязанщины, с этим творческим праздником. Завершил торжественную церемонию экс-губернатор региона Георгий Шпак. Дорогие друзья, сегодняшний праздник, творческий праздник, я считаю началом колоссальной работы по вовлечению в творчество всех наших людей на Рязанщине. От мала до велика. И сегодняшняя выставка говорит о том, что не просто надо сидеть и считать, сколько у тебя в кошельке, а и заниматься творчеством, показывать пример для подражания молодому поколению. После официальной части бывшие руководители области смогли пообщаться в непринужденной атмосфере, ведь впервые в жизни они собрались вместе. Но не только выставки и открытия составляют жизнь рязанцев. Даже главным образом далеко не они. С Лазоревых высоты искусства приземляют нашу программу на грешную землю. Репортаж Оксаны Тебенихиной из цикла «Так и живем». Жители дома 25, расположенного на улице Крупской, бьют тревогу. Только тревожного колокола, как это часто у нас бывает, никто не слышит. Дело в том, что в доме, построенном по принципу советской малосемейки, регулярно происходят засоры сливов, что приводит к потопу в квартирах на первом этаже. В феврале 2009 у нас произошел первый затоп. А всего их было 18 затоплений через раковину на кухне. Хозяева двух квартир зеркальных близнецов по планировке стали жертвами эксперимента. Сливные трубы с кухни уходят не в так называемый стояк, а имеют собственный проход канализации. И проложены они с изгибами в 90 градусов. И это, как утверждают жильцы, и является причиной постоянных непробиваемых засоров. Хорошо, Московский суд в течение года с этими экспертизами, с вызовом там не знаю кого, и архитектора города, и ну очень, очень, сами понимаете, долго. Все, Московский суд решил все в нашу пользу. Систему переделать этому Меревенскому жилищному концерну, нашу систему переделать. Владелица аптеки подала апелляцию. Она говорит, что труба вертикально по ее аптеке проходить никак не может. Это санитарным нормам противоречит. Аптекарша подала в областной суд апелляцию, что это ее не устраивает. Еще полгода длились судебные разбирательства. Решение суда было областного в начале июля 2013 года. Уже 2014 год. Никаких подвижек нет. ЖЭУ действительно считает данную проблему неразрешимой, ведь под жилыми квартирами расположены торговые помещения. Предприниматели никак не хотят идти на уступки хозяевам квартир. А между тем половина дома осталась без горячей воды. Ведь если этажом выше кто-то помоет посуду у себя в кухне, все отходы выльются на полквартир первого этажа. И остается хозяевам неудачных квартир лишь негодовать. Ведь решение суда на руках и все экспертизы проведены. И все теперь зависит, по словам жильцов, от решения управляющей компании. А решения все нет. Поэтому обитатели дома намерены направить заявление в жилинспекцию. Другого выхода, по всей видимости, у них уже нет. Что касается обращения в государственную жилинспекцию, это решение людей самое, что на есть правильное. Как известно, под лежачей каменью вода не течет. В нашем случае эта поговорка приобретает буквальный смысл. После завершения программы, а это прямо сейчас, мы перейдем в студию проекта подробности, где нашим гостем будет начальник государственной жилищной инспекции региона Владимир Кравчук. Кстати, он сообщил, что его сотрудники, он сам, не оставляет без внимания ни одно обращение граждан. Так что, до очень скорой встречи в проекте подробности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова